Добрый вечер, уважаемые зрители! Старков, по-моему, которые свои матчи вчерашние выиграли. И комментировать для вас сегодняшние игры будут и NES, и MailStorm. Да, это мы. Это модные, мощные, молодежные комментаторы. А, я же аналитик! Но ты уже такой, 50-50. Не надо вот этот такой, который один раз, типа, не то, да. Не, ну не один раз, ты уже много раз. Один раз не... Типа, второй раз, как в первый раз, и каждый раз, как в первый раз. Я понял. Такая тактика. Ну вот так. Ну, собственно, Virtus.pro нас решили порадовать Ченом сразу же. И, наконец-то, мы видим уже какие-то более новые пики относительно, скажем так, старого патча. Вчера у нас было много новых героев, но всё это было какой-то, я не знаю, лёгкой наркоманией, по-моему. Ну, по-другому я даже не знаю, как сказать. Ну, команды экспериментируются. Да, это, наверное, даже будет правильней. Так, меня было громковато слышно, сейчас я себя убавлю, поэтому можете прибавлять обратно, чтобы вам было иерик, и слышно тоже звук. Ну и, собственно, земель ОВП решили пока что подбанить. Ну, я чувствую, что пока ещё нет у них... Так, аферспик был у Ашеров, ну, решили не отдавать Ашерам. Ну, мне кажется, пока у АВП ещё нет такого исполнителя, который бы на нём прям жёстко зажигал. И это Оракул. Вот такую связку использует. Ну что, Чен плюс Оракул? Интересно. Интересненько посмотреть, да, много хила, много сейва, подсейва. Кстати, ультимативное, практически стопроцентное спасение героя под ультимейтом Оракула и телепортации Чена. Он отправляется на фонтан, и какой бы он огромный дэмэдж не получил в драке, на фонтане он успеет себя нахилить очень много, и, скорее всего, не умрёт. И х2 ещё, да, множится это потом. Ну да, 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 то есть там огромное количество. А если ещё ульт Чена там как-то скастуется под это всё, то там вообще забей. Так что, в принципе, возможно, будет интересно посмотреть на это дело. Ну, будут играть на Герокоптера. Герокоптер будет идти под крипами Чена, его будут обмазывать всеми этими бафами, хилами, прочей штукой. Интересно будет посмотреть, как Virtus.pro играет с Ченом, потому что Чен сам по себе герой, ну, тяжёлый, конечно. Но, если так подумать, в общем-то, не особо ты и тяжёлый нафармил Мекку, пошёл в пятером. Но, ну, очень вариативный. Можно нафармить Мекку и пойти в пятером, а можно очень много пользы сделать на карте по игре с первых минут. И вот будет интересно посмотреть, кто, во-первых, играет на Чене у Virtus.pro, во-вторых, как он играет, что будет делать. Ну, Чен сейчас, в общем-то, вот эта новая карта, да, она ему дала очень много возможностей. То есть, теперь ты можешь в любой точке забрать крипа. Раньше-то с этим проблемы были огромные. Вообще, Чена за последние несколько патчей сильно в этом плане апнули. То есть, изначально ему там сделали телепортацию крипов, которой, на самом деле, ну, которой сильно не хватало. Потому что эти крипы бывали вообще в другом конце карты, их перенести было тяжело. Чен делает ТП, крипы бегут. Сейчас этой проблемы нет. Была проблема в том, что он только в лесу может набрать крипов. Сейчас он может и на Эншентах взять там себе какого-то бонусного крипа. И все крипы стали сильнее. И маленькие кентавры и урсы тоже более-менее актуальны. И Эншентов он брать может. И Эншенты сильные. Ну, скажем так, дракон, который вот был, ему добавили ауру брони. В этом патче ее апнули. И ему еще добавили фаербол. Кстати, я его еще ни разу не видел. Потому что он его не кастует даже в кучу героев. Это только для Чена спелл получается. Да, да, да. Это только для Чена. Я уже где-то видел, наверное, просто игру смотрел, где был Чен. Да, это была игра Альянс против Винкс. Или кто-то там играл против Винкс. В общем, Эмпайр против Винкс. У Винкс был пуш, Чен, Некрофос, Вайпер, еще какие-то два героя. Очень активно они пушили. И должны были, наверное, победить. Но там Эмпайр перевернули в один момент. Здорово сыграли. В итоге выиграли у Винксов. Это была игра за первое-второе место в группе. И Винксы, там этот Чен, он брал этого дракона и кидал ему фаерболы. Но, если честно, он тоже забывал про них. Ну, сильный вообще? Ну, в драке не особо. Он очень сильный при пуши. Потому что ты можешь, если у тебя пара драконов, накидать, получается, на подходы. Вот, ну, рампу осаждаешь, накинул два этих фаербола. И врагу уже тяжеловато как бы подходить. Или просто на рампу накидал так, чтобы если драка завязалась, там получается. То есть на землю кастуется, получается? Да, они кастаются на землю, и там горит все 10 секунд. А, слушай, прикольно. Ну, и, соответственно, при дефе. Ну, как бы, если ты Ченом дефишься, то это уже само по себе плохо. Но все равно, то есть при дефе нормально. Накидывает, опять же, пару таких штук. И как будто бы Макропира первого уровня Джакира все время находится. Ну, как бы... Ну, такой контр-адспам, получается. Да, в драке выбежать легко из него. Но, наверное, если под какой-то стан такой плотный, типа бестмастеровского, закинуть три фаербола, да, это, естественно, герой ощутит на себе. Они там стакаются в одной точке? Да, они стакаются. То есть три фаербола — это более 200 урона в секунду. Да, ну и что? И Ашеры у нас решили вот таким вот образом по кантри Чена. Вообще, я бы сказал, комбинация где-то из какой-то версии 6.82, 6.83. Может быть, там, 84. Не помню точно. Но где-то вот такие герои. Там и Бэтрайдер использовался, и Лансер. Ну, разве что Тусик нет. Но, тем не менее. И Вичдоктор, и СФ. Все это было актуально. А УВП вот как раз-таки Оракул. Ну, хотя, в принципе, если не брать Оракула и, наверное, какого-то Братрума, которые не являются такой классикой, то вот эта связка Чен-Герокоптер-Квапа, она тоже очень старая уже. Ну, сильный такой мидер мобильный с раскастом. Кэрри, который в лейте, хорош. Ну и Чен. Все, в общем-то, здорово выглядит. Так, ну и что? У нас будет... Будет у нас Хардовый Бара. Ну, логично. Если бы это был бы Хардовый Чен или Хардовый Оракул, это было бы действительно странно. У Virtus.pro достаточно мобильный такой пик, агрессивный в середине игры. По логике вещей Чен дофармит там себе шестой, либо же быстро Мекку попробует купить. И вот будут они бегать, танковать. Это все будет дело. Спирит Брейкер, там будет Кин оф Пейн с Ченом скрипами, и Герокоптер. Все это будет подходить на любую точку карты. И достаточно больно делать. А Шарам здесь бы как-то отбиваться вот в начале и середине игры. Придумать, как отбиваться, в общем. Потому что им может быть тяжеловато. Зато если вытянут в лейт, там, конечно, у них все шансы. Да, Бэтрайдера сейчас посмотрим, который, ну, с хорошим новым регеном, плюс ко всему, может себе постакать. Да, ну, в лейте, конечно... В лейте Лансер. Лансер, он как был, так и остался, в общем, в лейте посильнее того же Гирича. И тяжело с ним здесь вообще справляться. Плюс еще есть ИСФ, как второй кэрри, который Квапе тоже может показать, где зимуют Ракем. Ну, Бэтрайдер еще тоже сильный герой, естественно, в лейте. Хотя против Оракла не настолько крутой, потому что Оракл своим ультимейтом это лассо прерывает. И лассо, ну, точнее, АОЕ у Оракла очень большое. Ультимейтом он прерывает лассо? Да, но он же снимает... Он не снимает только станы, а лассо это же не станы. Ага, он там еще и ультом диспелит все. Да-да-да. Станы не диспелит только. Раньше и станы диспелил, это убрали. Слишком сильно было. Но всякие хиксы и вот это все он диспелит. Но все равно много всего. Ну что ж, давай быстренько я так пробегусь. Герокоптер от Сайлента. Лил на Оракуле. Гот на Квапе. Чен от ФНГ. В Харде у нас Фобос на Спиритбрейкере. Это ВП. Ну и здесь Андершок на Вичдоктере. Это у нас... Боже мой. И бах у них, да? На Кэрри. Да, и бах на Кэрри. И бах на Кэрри, да. На Фантом Лансере. Афоня, получается, на СФ. Годдэм на Туске. И в Харде у нас Шачло на Бэтрайдере. Все. Вроде бы теперь мы уже разбираемся довольно быстро с этими никнеймами. Потому что все еще билет, видимо, нету. Так, ну и тут у нас какие-то интересные вещи от Тускара. Я вижу, как крипы бегут почему-то через мид. Ну вот, уже какие-то новые фишечки показывают нам. Да, Тускар, судя по всему, вот здесь отблочил крипов. Они побежали через мид и забрали двух туда. А, ну они вернулись все равно. Пока не... Они вернулись, возможно, из-за вот этого... Ну, подъемчика, во-первых. То есть здесь они теряют вижн. Плюс там Сатир пришел, которого отдал ФНГ, кстати говоря. Он продолжает тут фармить. Ну вот они новые, да, фишки с вот этими ландшафтами. Тусик закрывает. Сейчас, может, еще раз попробует что-то сделать подобное. Застакал, кстати говоря, там. Да, тут Virtus.pro заблочили новый отвод вот этот. Потому что битрайдер, понятное дело, хотел бы его стакать и потом фармить. Синтрю вот так и поставил годдем. Сейчас пойдет Шач, разобьет эту синтрюшку. И уже крипы начнут появляться. Но битрайдеру все равно тяжеловато сейчас фармить этих крипов. Из-за того, что если там появятся кентавры, потом, например, урсы, а потом еще кентавры, это 60% маг резиста. Ну, ты понял. Битрайдер это просто хрен зафармит. На втором уровне вообще не зафармит, ему надо третий. Лол, слушай, а это что? Вот этот вард банит этот спаун? Какой вард? Вот этот. Вот этот? Ну, возможно. Или, возможно, Шач только что сам собой забанил. Ну, пока не очень понятно. Не-не-не-не-не, я прав. Лес вот здесь. ФНГ, потому что пришел, здесь не было крипов, он поставил сентри, чтобы посмотреть. Но в итоге единственный вард, который стоит здесь. И, судя по всему, он реально банит этот спаун. Видимо, да. Видимо, да. Но его не нашли. Но это, я думаю, будут как-то фиксить. Потому что это какой-то бред. Этот вард он слишком много видит для того, чтобы еще и банить спаун. Ну да, он дефолтный вард на руну, в принципе. Гадем снова отводит крипов. Но чтобы он смог их с собой забрать, пачку своих, ему нужно дать им вижен на этой горке, да. То есть нужно вот сюда встать ему, чтобы его крипы их не потеряли из виду. Блин, как же много дэмэджа получают от вышки еще эншенты. Их так можно и зафармить, на самом деле. Какого-нибудь большого бобра вот этого. Слушай, ну тут суровое действительно получается месиво, но приходит к вопа. Год тоже, наверное, офигел. Что за фигня происходит. Ну вообще жесткий абуз, действительно. Да, это должны пофиксить, это слишком жестко. Так, они проходят вот по этому перешейку. Да, идут в обход и цепляют всю пачку. Кстати говоря, год пока не особо обломался, потому что потерял пачку. Но зато зафармил одного из бобров в лесу, големчика. А големчика это, в принципе, как два крипа. Так что более-менее. Ну да, тут он с СФ стоит в плюс-минус наравне. Чуть пока что опережаю его. ФНГ тем временем пошел в ганг. Но пока он идет, мы быстренько посмотрим, что у нас на остальных лайнах. Здесь сверху опасные линии, конечно, этот Оракул Гирокоптер. Так, но ФНГ продолжает идти. Идет вниз. Вот этот вартан тоже блокит этот спаун, как теперь выясняется. То есть Шайч сам себя, точнее Годдэм сам себя заблочил в итоге рез. Ну там на самом деле, да, там, ой-ой-ой, как неудачно Андершок здесь поднимается на горку. Боже, это просто самый неудачный подъем на горку в истории, по-моему. Потому что он оказался между Ченом, его крипами и Братрумом. Горка смерти. Ну да, вот эта горочка, она, конечно, очень неприятная. Здесь бетрайдеры тоже убивают. Подцепили его на Фортун Сент. Оракла, ну Фортун Сент очень сильный скилл, если на тебя его кастуют. С Гиричем вообще ужас какой-то. Ну да, это кошмар. Если есть какой-то герой, который может писать дэмэж, то без полиэты стана. Сэф в миде умирает. Да. Очень его легко забирают. Здесь Фобос уже начинает растекать. И здесь же ФНГ, который тоже может выйти. Ставит пока что вардец. Его самого видели. Должны понимать. Годдэм подходит. Тусик, которого тоже несколько порезали в этом патче. Ему сноубол. Теперь сложнее забирать тиммейтов. Но сейчас преследует Андершока. Андершока забирает Чен. Здесь же Тусик. Квапу закрывают. Квапу должны убивать. Неплохо. Пока что размер хороший. Да, ФНГ тоже умирает. Лил начинает отвлечивать Годдэма. Но будет еще один нюк. Можно забирать. Забирает Годдэма. И убежит. Потому что на ботинке. А Фоня без ботинка. Ну и суммарно получился размин все-таки неплохой для Ашеров. Удается им здесь поменяться. Сверху Бэтрайдер у нас отводит крипов. Их пытается фармить флэком Герокоптер. Бэтрайдер пытается тоже фармить. На него уже бежит Спирит Брейкер. Ну и здесь Бэтрайдеру нужно будет отступить. Иначе его очень легко заберут. Там Спирит Брейкер уже четвертого уровня. Это довольно много урона. Ну да. Тут надо быть аккуратней. Даже 300 хпс запрет на баш. Это не спасет здесь Бэтрайдера. Но идет Годэм к нему. И очень вовремя подходит. Может получиться что-то. Но тут Сайлент грамотно стягивается. Помогает тиммейту. Так. И еще сюда весь доктор. Могатем-то отрезает двух человек там. Ой, сейчас они на касочке еще подсядут. Но что-то как-то... Вышка не стреляет. Нет, ну крипы подойдут. Крипы очень сильно помогут. Данга нет. Сайлент зажимается. У него шестой левел. Начинает стрелять. Но в этот момент всех прячут в сноубол. В Сайлента накатываются. Лобос просто там бегает туда-сюда. Надо убегать уже ему куда-то. Что он тут дерется-то? Да, но он не успеет. Что-то до конца он решил подраться. В итоге Даня действительно не успел убежать. И стягивается обратно Бэтрайдер. Ну такой себе от ВП получился выход. Бэтрайдера они конечно забрали. Но поплатились за это. В этот момент выход наш Адов Финдаун. Делает телепорт. Его находят. Но сбить уже не успевают. Чего он идет дальше? Находит Вичдоктора. Ставит вард. Видит Вичдоктора. Каски. Есть сетка. Ну не, Вичдоктор будет жить год. Немножко. Точнее он уже сделал блинг. Когда Чен напал на Вичдоктора. И не смог помочь. Ох, какой Соник Вейв от года. И может пытаться еще подцепить Андершока. Нет. Два Кайла. Падает Чен. Падают его крипы. Здесь же падает Вичдоктор. СФ гонится за Квопой. У Квопы через 10 секунд будет блинг. Год бежит прямо под вышку. Ничего не боится. Уходит. Здесь Бэтрайдер начинает его поливать. Через 5 секунд будет блинг. Ну, да, уйдет. Уйдет 6 стиков. Уходит Квопа. Какая-то сумасшедшая у нас пошла Дота. Энергичная. Энергичная СНГ Дота. Ну, кстати, Лайнсер-то все это время стоит. Он-то не умирает. Он только фармит. И он топ-1 у нас и по Нетворсу, и по Крипстату. Это для Виртус Про не есть. Здорово. Тревожный звоночек такой. Ну да. Очень много они внимания обращают на ИСФ, на этого Бэтрайдера. Про Лайнсера вообще все забыли. Он там уже и Тавру сломал, на самом деле, как выяснилось. И сейчас Фобоса сломает, кажется. Ну, Фобос, наверное, все-таки не умрет. Он бежит, если что. Да, он просто отступает. Фобос, тем временем, урну себя делает. Ну и так, Лайнсер вот разогнался уже очень-очень серьезно. 3 800, у Гирича 3 400. И Гирич не реализует пока что свой потанцевал, свои ультимейты. Свой потанцевал. Свой потанцевал. Да. Все тебе покоя не дает. Люблю, люблю танцевать, да. Нет, это не новость. Я буквально недавно видел. Какой-то куб. Типа, ты после выигранной потной катки и там уже. Ну, неплохо, неплохо. Так, тут тем временем в инвизию у нас андершок пробежал с вардами. Кстати, возвращаясь к этому спауну, его действительно уже не первый раз я вижу, что блочит. Такое ощущение, что спаунбокс никто не хочет так выучить. Да, я, если честно, сам еще не посмотрел спаунбокс. Не знаю, какого он размера. Кирич нападает. Очень неплохо. Вы спасаетесь, Оракул. Но Герыч очень много урона получает. Он может и погибнуть потом. Его отхиливают очень здорово. Ой, слушай, он там живее всех живых. Ну, на него кинул одну точно Оракул еще лечилку. Фобос тут получил шестой еще заулетел. Но это уже перебор. По-моему, зря. Также Лансер отхиливается. Совсем понятно, зачем он хилит. Куда-то... Катился Годем, станчик отличный от Кентавра и Годема убивают. Но Годем тут, по-моему, зря. Ну и зря. Даже ультимейт на него тратили. Годем скатился, да. Вкатился. Скатился? В этом моменте в конце он реально скатился. Куда-то он... А Спиритбрекер, кстати говоря, убил все-таки Бэтрайдера. Он не просто так туда заулетел. Ну да, да, он нормально сделал. Он зря ультимейт потратил. Потому что кулдаун сейчас удел. Сейчас бы не помешал этот ультимейт где-нибудь. Кулдаун большой. Так, опять на Герокоптера нападают. Но он ничего не боится. Рядом Оракл. Может еще полечить разочек. Другой. ФНГ все-таки немного контролер. И пропускает некоторые моменты. Так, забирают кого-то. Я уже вижу. Кидают на... Невосприимчивость. Хил Чена очень вовремя. Хороший раскаст. Но Герочу здесь конец. Да, просто один против пяти рыб. Но и Лила, скорее всего, уже тоже не отпустит. У ГДМ сейчас будет шарды. Закроет он, естественно, Лила. Лилу тут просто запинают. Мог добить Вичдоктера. Но Вичдоктер успел там подлечиться в последний момент. Ну и не успел скастовать. В итоге просто два кила отдают ВП. Что-то неладное творится. Чен недоконтроливает крипов. Герокоптер не уходит с линии, на которой ему просто конец. Ну, год зато забрал вышку на меди. И таким образом он топ-1 у нас по Нетворсу. Но много, да, много неприятностей у Герокоптера. Все-таки Герокоптеру надо быть сильным. Квин оф Пейн какая бы сильная ни была, она с лансером вряд ли справится. У Герокоптера есть хоть какие-то шансы. Ну, а ФНГ, я думаю, тренируется пока на Чене. Вообще, герой непростой. Самое время для тренировки. Сетка лазеров. Ну, слушай. Ну, на самом деле. А где еще трениться? Ну, вообще, да. Тут вроде бы как раз межсезонье относительное такое. Ну, вроде бы потренироваться можно. Одни официалки. Получается, что да. Ну, испокон веков все равно было так, что на тренировках трудно заставить себя играть на максимум. И очень мало кто играет прям вот из кожи вон лезут. А на официалках, ну, все стараются как-то играть в полную силу. И это самое такое хорошее место, чтобы что-то проверить. Наверняка, да, ФНГ поиграл Чену, может быть, в пабе. Трудно врага заставить еще играть на максимум. Так вот о чем и речь, да. Что ты видишь, что враг твой играть не на максимум, ну, и ты уже начинаешь спустя рукава это все делать. И в итоге как-то ничего не понятно. Официалка все-таки дело другое. Попытка остроить Фобоса, но за ним Кокос летит. Кокос его догнал, а Шарик не догнал. Кокос быстрый. Ой-ой-ой. Что-то как. Пошел отхил. Но Фобос умрет. Вот он пытается топнуться на базу, еще его лечат. Ну, посмотрим, что с ним будет. Лопнул, лопнул. К сожалению, нет вот этой разницы, сколько ему там не хватило. Да, пока... Было бы прикольно какую-нибудь цифру там. Минус пять. Пять КП не долечил. Ну, да, или там, минус тысяча. Просто. И понимаешь, что шансов не было. Мне кажется, второй хил он зря ему кинул. Может быть, без второго хила шансов было побольше. Ну, вот, да, да, второй хил, наверное, реально зря. Так вот, Шач фармит здесь крипов. Но ему повезло, что не было как раз-таки ни урс, ни кентавров. И легко зафармил. Когда появляется много урса и кентавров, вообще... Надо еще маленьким совухам вот этим, совятам тоже дать ауры. А что-то их обделили как-то, странно. Да, да, да. Им почему-то вообще ничего не дали. Им можно было бы дать маленькие ураганчики такие, знаешьте? Детские. Ну, до которые даже урон бы не доносили. Просто детский ураганчик. Ну, слушай, урон бы не доносили, а вижен бы давали. Ну, а что, было бы нормально. Ну, более-менее. Хотя бы что-то. Или давали бы какое-нибудь... Да, ускорение. Магическую защиту. Ты помнишь в этой, во второй Диабле был друид? Он как раз пускал торнадо, у него вот был циклон армора. Он защищал полностью от магического урона. Ну, да. Вот что-то из этой серии. Можно было бы, конечно, сказать, что это своровано Blizzard, но... Мне кажется, Доты выжат этим вообще. Вы своровали вы у нас? Да ладно. Вот это вот, знаешь, переименование Eagle Horn в Eagle Song. Ну, да. Прямо всё. Так, ну, FNG продолжает подвиживать своим крипам. Ну, он всё отдал. Он их просто на войну посылает. Я так на чай не играл в своё время. Я не был хорошим чатом. Ой-ой-ой, как же сейчас более сайлентом. Он на себе подставляется, и FNG бы надо, конечно, убить, чтобы он не успел ульт поражать. Но его не успевают убить. Он успевает поражать ультимейт. Сайленту там влетело очень много. Мне кажется, он лопнет. Нет, не лопнул. Но остальные зато лопнули, и всех остальных сейчас будут гнать, скорее всего. И Сайлента догонит, потому что Гадем вроде как видит его. Но Гадем почему-то за годом гонится. Он хочет его. Так у того парня блинк. Зачем-то... Ну, блинк у него есть, но кулдауна не хватило. Сайлент в итоге уходит с ТП. Уходит с ТП, он нас лил. И не успевает ему прописать Warlords Punch. Уже на автокасте стоял. Как же развалили сейчас. Бэтрайдер, он что, вообще пешком туда залетел без блинка? А, он просто сбоку залетел. Вот отсюда по речке залетел, поймал. Да, вот это просто фантастика, как удается такие штуки проворачивать. Ну, FNG законтролировался. С другой стороны, непонятно, что он законтролировался. Там просто крипы все умирали. Их можно было не контролить. То есть, ни там, ни там не получилось. Ну, пока... Ну, с другой стороны, а что? Его не смогли убить. На него потратили лассо. Он все равно дал ультимейт. То есть, разница тут невелика. Плохо это, когда у твоего чена ультимейт и мекка. Его фокус это убивает, он ни то, ни то не прожимает. Вот это действительно провал. А тут, в общем-то, вышло более-менее. Но все равно не хватает урона у Virtus.Pro. Оракул урона наносит мало. Он был сосредоточен всю драку на том, чтобы герокоптера не отдать. У герокоптера пока на Яшу урона нет. Queen of Pain. Ну, она урон делает, но его не хватает. Как бы Spirit Breaker с Ченом тоже урона не делают. Если Чен всех крипов прогадил еще до того, как драка началась, то как бы где урон взять? Прогадил, да. Там один голем маленький оставался, глиняный, который мог кинуть камень. Кстати, камень неплохо дамажит, но это тоже не то уже. Ну, зато мы увидели, как жестко Гирыч восстанавливает под ультом Оракула и Чена. Там в него влетело, конечно, очень много. И у него сколько было ХП, столько и осталось по итогам. Ну да, чуть-чуть буквально потерялось. Травала тут уже у Лансера, и это, конечно, огромная проблема. Я уже вообще не зайкаюсь в том, что СФ 8000 на Творса. Да, и у него же МЕК раньше, чем у Чен, и у него 2000 сверху. Чен еще даже не собрал свою МЕКу. И просто заходит на Рошу. Ну, а Шер как-то все слишком просто дается. Пока что да, но вот, может быть, на Рошане может быть переворот, потому что уже Спирит Брякер бежит на Андершока. Есть Вижен и Виртуз Про в Смаке. Могут попытаться кого-то словить. Есть Орхит у Года, это может быть неожиданностью сейчас. Заткнут какого-нибудь полезного героя. Какой, какие хорошие шарды пройти нормально не дают. Ну вот, собственно, Лассо только что сняли ультимейтом Оракула. Но получается, что ультимейт Оракула был потрачен почти в никуда. Так, умирают крипы ФНГ в очередной раз. Год получает очень много урона вообще на халяву. И за ним сейчас еще и катится товарищ Тускар. Ой, ну хорошо сейчас тут раскастовался Сайлент. Опять же, урона как-то очень мало. Хотя в Тусику смогли убить. Да, вместе с Оракулом Кентавра переманивает. Нужно давать стан, дает стан по двоим. Но Сайлент уже мертв. Квапа кастует Сайлент. Пытаются забрать Лансера. Лансера добивают все-таки. Отличная игра от Квапы. ФНГ дерется до конца. Остается здесь СФ. СФ на Оракулу. Оракул дает себе хил лечение. Точнее, иммун и лечение. Уходит. СФ бежит за ним, но явно не догонит здесь. Ну и неплохая драка получилась для ВП по итогам. Они даже 400 монет выиграли. СФ еще могли забрать. Квапа находит руну, которая бы и, конечно... Вот эту руну подобрать до, было бы очень приятно. Эту руну подобрать... Я тут подумал, на некоторых героях, типа, представляешь себе, Пугна с Экторином, у которой кулдаун палки, он, в общем, равен кулдауну того, что палка стоит. И берет эту руну. И она мало того, что бластит каждые 3 секунды, если не 2 вообще, там, по вышке, например, или просто в драке. Так еще и есть момент, где 2 просто палки стоят секунд 10. Да, это очень серьезно. Ну, очень сильные на таких героях, у которых как раз небольшие кулдауны, потому что разницы 100 секунд или 60 не так много. Это все равно в двух разных драках ты применишь. А вот разница между тем, что у тебя там 6 секунд или 2, она просто огромная. Там для бристлбеков, для... Для Тинкера сумасшедшая руна вообще. Для Тинкера. Ну, ты вдумайся, Тинкер. Вот у него Boots of Travel, Soul Ring и, там, не знаю, Soul Booster. Ему хватает на 3 прокаста. Он берет эту руну, и у него хватает на 23 прокаста. Не надо домой улетать, ману останавливать. Ну, Soul Ring, потому что дает слишком много в такой ситуации. Ну, то есть ты ману тратишь на все гораздо меньше, а Soul Ring как тебе давал, так и дает. Ну да, и ты там, в общем-то, Soul Ring покрываешь и ультимейт, и еще один спелл. И вообще... Чушь какая-то. Ну, пока такого никто еще не видел, потому что эту руну пока еще не особо оценили. Вот она именно, что... Ну, с другой стороны, это элемент родного. Представляешь себе, если ты стратегию свою, блин, построил на том, чтобы руну взять. А если ее забрали, а если она не появилась? Я помню, как-то кто-то стакал у нас в лесу крипов и ждал, когда появится совух, Ченум, чтобы зафармить. Да, но при том, там, вероятность, в три раза больше что-то появится. Да, там еще два спауна, и в итоге он на одном там случайно убил, и после этого ему 10 минут не выпадал просто этот совух. В наказание. Это было реально забавно. Ну что, Рошам все еще стоит. 15-12, ВП окружают его, видимо, хотят все-таки забрать. Очень разрозненно фармят Ашеры. У них Лансер на одной части карты, Бэтрайдер на другой, Сэф на третьей. Все фармят, Сэнжин Яша уже есть у Шадоу Финда. Лансер также очень здорово поднимается по Нетворсу и разбивает смок вчетвером. Лансер готов лететь на Тревеллах в любой момент. Так, Крипычена контролирует Рошу. Хоть что-то полезное ФНГ научил делать своих крипов. Саву поставил, чекать всю эту фигню. Так, ну и вот крипы забегают. Сейчас их просто же можно убить на халяву. Много бесплатных крипов, по 5 секунд они станутся. Вот, Казак, да. Ну и Чен очень полезен сейчас в драке будет, естественно, нет. Не будет. Короче, опять ФНГ нафидил своими крипами. Ничего не... Оракул, шватили. Лила поймали, а если его убьют, это будет норма, но его отживать не получается. Да. Он себя спасает. Неплохой прокаст от Кейн оф Пэйн. И... Фу, Сноубол отличный. От Гадема. И не умирает Афу Ниджи. До сих пор живет, его не могут пробить. Смотри, он жив. Жив. И вот и сдох. Но пока он умирал, умерли все просто. Виртуз Про. Да, а как же Тусик сыграл? Спрятал Сноубол. И за это время он там подлечился от спыла Оракула. В итоге 3 в 1 размен. И Сэфа, конечно, стерли. 3 в 2 даже, наверное. Там кого-то еще стерли. Или нет? Нет, нет, нет. Вроде нет. Да, действительно нет. И получается 3 в 1 размен. Оракул очень быстро лопнул с Ченом, но еще и умер Гирокоптер. В принципе, ладно, с ним Оракул с Ченом очень... Ну, саппорта еще куда не шло, но Гирокоптер. Плюс еще Крипы Чена до этого умерли. Это еще большая потеря. Ну да, то, что Гирокоптер умирает почти в каждой драке, это очень неприятно. Против Лансера этот герой, наоборот, должен быть как-то всегда впереди. Иначе будет очень тяжело. Бежит Корова. Сайланс. Ну, что-то... Такое нападение какое-то рискованное очень. Должны убить. Кодема убили, да. Кодема убили. Ну, мне кажется, коровы за это поплатятся здесь. Четыре секунды. Типу зал есть уже там. Жить. Ульт. Невосприимчивость. Хил. Тифус. И... Фобос! Фобоса добивают. Увы. Ну, размен тогда получается такой себе, потому что это все-таки хардлейнер. Да, что-то Virtus.pro... Пока что пробуксовывают знатно. Что у них по графикам? Ну, по графикам отстают еще не так сильно, но у них Чен, который должен был, по идее, какое-то преимущество давать, а не его нету. Более того, Чен пока что... Ну, не знаю, по-моему, ФНГ уже пора переходить в суровый лейт начинать. Собирать себе какой-то аганим и больших крипов, которые не будут умирать так быстро. Не будут умирать от спылов. На самом деле, большая проблема, то, что СФ дает пару кайлов, и там все крипы каленые уже. Ну да, все верно. Может быть, ему стоит взять четверых маленьких кентавров, которые дают резист к магии. Смотри, сколько там магии. Ты просто будешь бегать. Хотя они по 5% для героев дают, не очень крутая штука. Да, наверное, стоит ФНГ постараться нафармить, может быть, хотя бы Владмир для своей команды. Ну, Владмир есть уже у Бары. А, есть уже, да. А, ну тогда, да, тогда аганим. И большие крипы, даже если ты особо не будешь ими ничего делать, они сами все крутые, потому что у них ауры мощные. И аура триармора она как бы не помешает, тем более, что она стакается с Владмиром. И аура вот этого большого грозного голема, она вообще топовая. Вардрамсаура у древнего Голема. Громозавра. Скорость атаки и урона союзников. Ну да, это хорошее что-то. 15 скорости атаки, 15 урона. Ничего себе. Там, как Волк и Урса вместе взятые. Ты берешь, да, ты берешь Громозавра, ты берешь всех по одному, при том, ну да, всех по одному берешь, и у тебя очень хорошие ауры. В довесок к Владмиру, в довесок к всем остальным. Так, ну тут ФНГ снова фидит. Да, ну тут уже тяжело играть Ченом, когда вот идет такая беготня, потому что Чен для нее не особо приспособлен. Чен любит выйти и что-то методично продавить, но никак не носиться вот так вот поодиночке, потому что он довольно слабый. И он находит, формят его и его крипов. Да, заход нарушен. Но здесь, кстати говоря, ВП могут... Там долго он будет умирать? Ну, еще половина. Еще половина, а здесь уже бьют. Нет, Саун все-таки решает... И здесь ураган от ФНГ, он законтролил эту ситуацию. У него был Савух. Где-то в чужом лесу. Сальгатэм пошел искать, говорит, где я называю, чертова. Так, ВП-ты уже очень близко. Могут успеть. Могли успеть, но нет, не успели. Еще бы чуть-чуть, могли все-таки поспеть. И сейчас поймают Сайлента. Сайлента ловят. Нет, ловят-то Оракула. Раскастовывается Клопа, есть БКБ. Оракул пошел месить СФ. В итоге СФ падает. Падает Вичдоктор. Забирают также Тускара. Ресает ССФ. Сайлент от него убегает, потому что нафиг надо с ним драться. Здесь Бэтрайдер. Бэтрайдера нужно убить. Нет, Бэтрайдера убить не удается. Бежит спиритбрейкер. Забирают Бэтрайдера. Врывается в СФ. Могут ли драться с Шадоу Финдом. Да, конечно, статы у него не слабые. И с руки его пробивать тяжело. Но его убить невозможно. Он сейчас всех сам убьет, если на него пойдут. Потому что Андершок уже подходит. Надо уходить просто. Но тут ФНГ не уйдет, скорее всего. Так, замедление. Нет, заберут. Заберут. Ставится балка. Отличный хил от Чена. Гот! О, боже мой, Гот. 80 хп или даже меньше выживает. А спиритбрейкера не остановить. Он бежит дальше. Но он видит лансер и понимает, что зря я бежал дальше. Лучше бы я бежал обратно. Но уже нет. Уже поздно пить Боржоми. В этот момент еще и находят Чена. Забирают. Ну, если бы не вот этот вот уже такой ёлопоход за СФом, было бы все офигенно. Ну, а так зря пошли. Ну, СФ убить все-таки тоже неплохо. С другой стороны, Квапуни отдали. Там отдали двух героев на СФ более-менее. СФ-то был очень мощный. То есть у него 11 тысяч нетворца. Если мы посмотрим на Бара, у него 6. На Чена у него 4. У них вдвоем меньше, чем у него. Ну да, может быть и плюс. Там было просто очень на тоненького. Если бы Квинов Пейн умерла, она все-таки была близка к этому. Сразу все было бы очень плохо. Провал, да. Но, тем не менее, удалось выбить Аеги, что самое важное. И после этого еще раз СФ забрать. Тем самым, по графикам, отыграли пару тысяч. Ну, эти попытки все время от Шачлоу поймать Лила ни к чему хорошему пока не приводят. Конечно, понятны его желания поймать Лилу, чтобы Лил своим ультимейтом не сбросил лассо. Но, с другой стороны, это тоже неплохо, если он потратит свой ультимейт не для того, чтобы кого-то прям отсейвить, а просто чтобы сбить лассо. Можно и вовсе не трогать этого героя, которого он засейвил, бить других. А круг рисуется уже с учетом линзы? Да. Ну, вот это просто жесть. Вот это радиус у него стал. Ультимейта? Да, огромный. С линзой просто невероятный. Да и с первого спала тоже. Ну, с третьего еще не такой большой. С второго тоже. Но ульт теперь... Ну, теперь, то есть, он будет стоять еще дальше. Бэтрайдеру еще более безрассудно будет лететь так далеко за этим парнем. Да, Бэтрайдер, кстати, тоже себе линзу, мне кажется, фармит из энерджи бустеров. Для Бэтрайдера неплохой предмет. Так, ну, здесь Фобос, он зря тут оказался. Один. Ну, а Фобоса там быстренько расщепили. Вы по этим временем снизу находятся? Ну, разменят ТВРа грамотно. Они здесь успели оказаться. Могут и дальше пойти, потому что, скорее всего, Ашеры пойдут тоже забирать ТВ на миде. На рампу-то они вряд ли пойдут или хотят? Хотят сопровоцировать, наверное, просто на ТПшке. В первую очередь. Ну, и СФ может побить, постоять. Может, может. И СФ может. У него две сотки, в принципе, урона. Уже допнулись. Крипы Чена тоже летят. Ну, и все, даже не стали ничего бить. Просто идут на мид. На миде поприятнее. На миде можно снести, а не просто побить. Но, правда, ВП там тоже не теряют время зря. Лил стоит, сейвит Года. Год просто наяривает по Тавру. Один. И дэмэджа, надо сказать, у него немало. С Гиберстоуном. И снес. Ну да, так вот один. Так, тем временем, Севент психанул. Нажал БКБ, хотя не стоило. Ну, перестраховался в такой ситуации. Уже страшно играть. У него байбека нет, наверное. Да, байбека нет. Видимо, испугался. Сейчас умрет, зафейлит игру. Так, а Год идет дальше. И уже начинает бить Тир-3. Это уже неприятненько. Да, кстати. Покусывает Тир-3. Блапки раз у него. Он бы и тот Тавру сломал быстрее намного. И сейчас бы еще покусал посолидней. Он один в итоге снес практически с такой же скоростью, как эти в пятером там глупали. Да, должны были бы по экспе по этому поводу. Вроде как ВП немного отыграть. Но на самом деле почему-то нет. Ну, а все остальные сидели на базе, смотрели и аплодировали молча. Тут как бы тяжело. Лучше бы кто-нибудь поформил лес. Но, видимо, не было возможности. Кстати, Тусик купил себе Владмир тоже, чтобы уравнять этот момент. Будет ли Кираса у Ашер пока непонятно. У ВП уже она фактически есть. Год-то фармливает. Да, тут, я так понимаю, плейтмейл летит. Рецепт готов, осталось. А, и чинмейл лежит. Все. Так, зацепили Тусика. Но он тут не один с ним, мистер лансер. Лилу как-то не удается, Лилу как-то вот по максимуму зарядить фортун сэнд. Он его очень быстро. Но, насколько я помню, дэмэдж там вообще не зависит. То есть он всегда один и тот же. А там вот именно, насколько обездвижен получается. Ну да, да. Максимум 2,5 секунды. Ну, может быть, думать, что если... Все время в ситуациях возникают такие, что если слишком долго продержишь, то герой вообще успеет блинкануться, например, или что-нибудь подобное произойдет. Поэтому отпускает пораньше. Так, и заходят. Могут найти Тусика. Тусика находят. Катэм, Катэм, увидит, хорошо. Ну вот он блинканулся, собственно. Капа, БКБ нужно юзать. Успевает юзать БКБ. Фобус застревает в лесах. Бэтрайдер сверху. Чен призывает крипов. СФ очень больно. СФ здесь просто изничтожают. Тем временем лансер минусует. Лансер в спине очень больно начинает делать. Тут уже все потрачено. И лансер просто нечем убивать. Нету ни ультимейта у Queen of Pain, ни у Герокоптера. Тут, скорее всего, Сайлента тоже не отпустят. Год-то, может быть, и уйдет. А вот Сайлент вряд ли. Так, не, ну смотри, Годдэм, тут один блинканулся и на полицу... Неплохо. Так, ну Бэтрайдер. А, ну вот посол, оно до сих пор осталось. Как мы выяснили. Что-то такой жирный-то этот Сайлент. Смотри, его не могут пробить. Ой, какие каски. Какие каски. Зачем же ты подошел, Сережа? Говорит Сайлент. И Сережа тоже. Сейчас могут тоже оформить, да. И Сережу тоже. Ну, минус пять, что тут можно сказать. В Лиле все. Во-первых, зачем-то начали бить Сигиль, вместо того, чтобы бить Тускас. Палились. Во-вторых, влили все в СФ в БКБ. Дэмджа не хватило. А Лансер красавчик. Он там успел зафокусить каким-то образом этого... Лила. Лила, да, еще до того, как Лила скастовал вообще хоть что-то. У него там остался ультимейт. Кстати, Бэтрайдер себе тоже купил линзу. Интересные дела. На Бэтрайдере очень неплохо линзу. У него лассо, как в Старые Добрые. Да, да, да. То есть как раз в свое время пофиксили лассо Бэтрайдера тем, что оно очень с маленького радиуса начало цеплять. А вот с линзой это как раньше. Кстати, он фармит все аганим, похоже. И хочет ловить из дальнего радиуса и двух человек сразу. Да, вот это будет интересно. Ну, главное ему, на самом деле, если стоит рядом Оракул и Геррокоптер, это просто идеально. Ты возишь двоих. Ну, посмотрим, как это будет работать. Тут, в общем-то, на самом деле уже не столь важно. Вот в этой драке Бэтрайдер толком ничего и не сделал. Он этот лассо потратил уже в самом конце. Этого Бэтрайдера Геррокоптера словил. Так он просто летал. Всю драку там уже делает лайнсер фактически. Ему уже хватает ДПС, а всех убить. Кстати, интересно, почему он вторые диффуза не хочет себе приобрести. Вроде и деньги есть, и на первых заряды кончились уже. А там вроде как все-таки 10 ловкости добавляется. Хороший вопрос. Ну, я думаю, что купит. Думаю, что купит. Но вообще на редкость длинная. И еще непонятно, чем закончится эта игра. То есть обычно 30-е минуты у нас уже бараки падают. А тут вроде как преимущество есть, но его и слить можно. Есть, конечно, блинк у лансера. Слишком вроде как все круто. Но мало ли, хорошая какая-то комбинация. И Геррокоптер всех убивает. Где-то мы это уже видели. Но очень тяжко сейчас будет. Потому что у ВП не так много контроля, не так много станов. Гранов им бы по-хорошему и как-то и Туско засаленцить, чтобы он там не начал всех прятать и делать всякую грязь. И также и зафокусить как-то засаленцить Вичдоктора, потому что у него Аганим появился. И чем-то надо убить ИСФа. И чем-то надо убить лансера. А у них как бы Оракл с Ченом. Откровенно говоря, просто нет урона. Нету дизаиблов. Не хватает всего. Пик такой, что он уже слабо работает. Я не верю в то, что Виртуз Про здесь смогут отбиться. Да, тяжело. Ну, на ошибку рассчитывать будут, возможно. Ну, это естественно, да. Всегда так ты играешь, когда проигрываешь сильно. Рассчитываешь, что враг твой как-то сильно уж затупит. Ну, пока что собираются с решающими силами. Видимо, хотят... Ух ты, Аганим на Вичдокторе. Я просто как-то... Я о чем? Что вот еще добавился Аганим на Вичдокторе. Если до этого, в принципе, на него было плюс-минус, ну, там, пофигу, то теперь нет. Теперь его надо тоже как-то зафокусить, засаленцить. Ой, ловит Года, как неприятно. И некому спасти. Да, Лил далеко. А у Года Байбека нет. Ну, это... Минус страна. Хотя Сайлент очень вовремя оказался слева и начинает сплитпусить. Так, перетягивается пока что сюда Вичдоктор. Ну, Вичдоктор не такой простой герой. Здесь тем временем падает вышка, начинают ломать бараки. Бараки уже падают. Смотрим на Сайлента. Он только спушил вышку. Вичдоктор кидает кокос, и кокос полетел. Летящий кокос. Сейчас он прилетит в драку. Это будет что-то. Кстати, да, он может здесь удивить всех. Просто черт, кокос. Нет, герокоптер нажимает БКБ. Кокос прилетает. Но прилетает, разбивается об БКБ. Нет, он прыгает, смотри, полет. Он прыгает, боже мой. Кокос, остановись. Мистер кокос. Но по итогам... Ну, черт, он прыгает. Он уже в БКБ прилетел. Но он отпрыгнул от человека в БКБ и прилетел дальше. Да, забрали ShadowFindai и Тусика. Хорошая драка вообще получилась. Если бы они еще не потеряли бараки, но после бараков-то они идут на Рошана. И Рошана-то они заберут. И получается вообще нормально. Такой легкий шанс появляется. У нас не было вообще ничего. А тут мы за бараки забрали двух героев и Рошу. За бараки и байбэк. Ну, вполне нормальный размен. Более-менее, более-менее. Действительно. Аеги сможет как-то там зарешать драки. Посмотрим, как попробует реализовать Virtus.pro. Но мы знаем, что Virtus.pro они такие взрывные ребята. Болоки вещей должны сейчас что-то отпушить. И смоки, смоки там. Попытки подцепить. Лансер. Неожиданно видит всю толпу. Прыгает. Но он ничего не боится. Да, это лансер. Который во много слотов. Он уже ничего не боится. Чуть не отъехал тем временем. Из-за того, что у него был блин в кулдауне. Но отправляют домой. Да, лансеру бояться нечего. Ну, ты сам говорил о том, что... Тут нужно бы его загангать. Можно пройтись в смоках. Ну, хорошо, мы пройдем в смоках. А чем ловить? Пока будет свой оракул ставить на качку эту потрясающую. Да. Он 10 раз уже убежит. Без Хикса очень тяжело будет поймать. Можно рассчитывать на Спирит Прейкера. Но тоже так себе. А Хикса-то и нет. Потому что год пошел в ДПС. Понимаешь, что ДПС не хватает. Хотя, с другой стороны, был Герыч. Может быть, и стоило Хекс попробовать купить. Сверху какая-то драка начинается. Андершока начинают. И сбивают, но сюда лансер летит. Ха! Не дают ему прилететь. Лол и Андершок не стали забирать. Его просто зафорстафил Бэтрайдер. Ну да. И простили в итоге его. И полетел Бэтрайдер. Полетел, полетел. Есть форстаф. Но его тратить не очень хочется. Хочется подвести кого-то. Видит корову. Далеко уже летит. Он далеко. Команда вся не в позиции находится совершенно. СССР вообще души набирает сейчас. Сатани, кстати, у СССР. Был ли он в прошлой драке? Был? Вроде бы нет. Ну, наверное, нет. Потому что иначе вы его вряд ли бы так легко убили, как он там умирал. Ну, БКБ может кончилось. Может. Да веб-станов-то почти нет. То есть, даже если БКБ кончается, то... Ну, а чем его островить от того, чтобы он бил? Ну, разве что ФНГ проявит чудо микроконтроля и два кентавра там подстанет по таймингу. Слушай, а какой-нибудь вот сон, мы вчера выяснили, не спасает? А какой-нибудь Юл спасает от вот этого тика ульта Оракула? Ну, нет, иначе было бы слишком читерно. То есть, он там даже в воздухе умирает? Или потом ему наносится? Ну, потом приземляется, умирает, скорее всего. Давно тестил я, когда этот Оракл выходил. Более того, в начале всё это работало. Да, можно было спасти и тем, и тем, и тем. Потом сделали, что не спасает. Ну, логично. Да, это было бы жёстко. Мантой задоджил. Да, да. Это вообще... Было бы просто конец. Пацаны, сейчас взрыв Оракла Манты за доджу. И наверняка доджилось тоже. Возможно, да. Гардем тут высматривает позицию какую-то. Но Ашера, наверное, немножко успокоится, пока Егесу в ВП всё-таки не полезно. Год пошёл дальше в дэмэдж, это уже Кристалис. Но как же без Хекса-то неприятно будет играть? Не помешал. Ну, да, нету. И Юл купил Оракул, и... Вы, кстати, линзы на предметы действуют? Только на СПВ? Не должна, не должна. Не должна, вроде бы. Это было бы интересно. На какой-нибудь там форс. Ну, было бы жёстко. Вот Юл, например. Как раз ему не так давно порезали радиус. Потому что жёсткая была фигня этот Юл, который цеплял там с 1000 ранжа. А сейчас хоп, и опять подняли. Да, 575. Ну, 1000 бы у него не было, но было бы всё равно довольно... Не, ну ладно, с 1000 не цеплял, 850, кажется, было у Юл. Ну, примерно столько у него уже и получилось. Лансер, у него 5000. Это либо Тараска, либо Скади уже можно брать. Нужно брать. У Гирокоптера есть МКБ. Там дамажа нормально он вписывает. Если дать ему эту возможность. Да, и закупается. Закупается здесь. И бах. Не оставлять денег на байбэк. Сейчас. Добивает последнюю пачку крипов. И берёт себе уже целые Скади. Очень неприятный лансер со Скади, конечно. Да, получается у него... Ну, ещё даже не 6 слотов. Ещё барабанчики можно на что-то заменить. Но на Творс очень хороший. Хотя Гирокоптер сильно не отстаёт. В целом, вот это отставание в 10 тысяч не такое критическое. Здесь больше, конечно, пик. Ну, потому что саппорты там по 2000. Оно как-то равномерно распределилось. Нет такого, что какой-то один там убер-сильный герой. Или есть какой-то пару героев, которые вообще ничего не нафармили. Скорее, сейчас проблема у Чена в том, что он вообще Чен. И нету пока Аганима. С другой стороны, если Аганима возьмёт, будет интересно. Нашёл, Газперибрекер, Гудэм. Он тут встрёет. И можно забирать Гуд здесь, но успевает к этому идти. Так, ну и здесь у Фобоса теперь проблема. Он жмёт БКБ. Бэтрайдер готов прыгать. Но не прыгает. Бэтрайдер ищет. Находит. О, прыгает Бэтрайдер. Цепляет Клопу. Пошёл рассказ. Ставится Палкович Доктора. И потом ультинерит и Доктора только не это. Но, кстати говоря, слабенько заходит, потому что только по одному герою. В итоге Бэтрайдер-то умирает. А тут ещё все живут. Но Лансера нечем пробить. Он просто бьёт и бьёт и бьёт. Сайлент сейчас лопнет. Флэг закончился. Сайлент лопается после ульта. Год, да, убил Бэтрайдера, который его увёз. Но Бэтрайдер в целом хорошо всё сделал. Он увёз Клопу. И она убила его одного вместо того, чтобы дать ульту по команде, по иллюзиям Лансера. Ну и два в один. Два в один. Но это кэрри и саппорт на Хардлейнера. И это под базой врага. Нападают в очередную С на Году. Он уходит с блинка. Вьюл поднимают Лансера. Закидывают за медло. Байбэк от Геррокоптера. Пошёл Фобос. Пойдёт ли до конца? Идёт до конца. Сноубол. Каски. Как же больно Фобосу. Спасать его нужно. Но нет, Фобосы здесь стирают. Квин оф Пейн запрыгивает. Замедляет Вич Доктора. Попытка убить Эсэфа. Можно попробовать Эсэфу. Кастуют неузвимость к магии. Диспелят её. Маледикт на Сайлента. Сайлент погибает. Остаётся Лил. Да, ну и Сайлента уже нет. Лил погибает. ГГ. Ну, эксперимент. В очередной раз у Виртус Про не удался. Много экспериментируют они на этих отборочных. Прямо скажем, пытаются придумать какие-то новые штучки. Хотя кэри берут стандартного, мидера берут стандартного, кардлейнеры берут стандартного. Но вот мы видим, насколько много могут сделать или не сделать грамотные саппорты. Саппорты не совсем стандартные для себя. Имеют саппортов Виртус Про. И эти саппорты, прямо скажем, не отыгрываются. Да, не сказать, что Чен здесь вообще впечатлил. Оракул более-менее смотрелся ещё в начале. Но и в конце его тоже не хватало. Но посмотрим, что будет во второй игре. Теперь уже права на ошибку совсем нет. 1-0 HR впереди. И через несколько минут мы к вам вернёмся на вторую игру этой серии.